В эту пятницу наша телерадиокомпания отметит юбилей. Ровно 25 лет назад в телевизионном эфире Верхней Волжье появились первые программы под логотипом Тверской проспект. За эти четверть века Тверской проспект стал крупнейшим медиахолдингом региона, в который входят три телеканала и шесть радиостанций. Роман Быков напомнит о том, как все начиналось. 90-е годы традиционно называют крайне тяжелыми для нашей страны. Экономический упадок, рост преступности. Между тем, именно это время считается золотым веком для отечественной журналистики, когда пресса свободно и динамично развивалась. Это было время абсолютного творчества. Вот абсолютного творчества. Мы совершенно не думали о деньгах. Это было стремление к чему-то. Вот телевидение это был необыкновенный мир. Именно тогда молодой предприниматель Игорь Ялышев решил создать новую телекомпанию. Независимую телестанцию Тверской проспект. Такое название получила эта СМИ, которая впервые вышла в эфир 18 октября 1994 года. Однако к тому времени уже несколько месяцев шла кропотливая работа по обеспечению технической готовности. Среди тех, кто участвовал в монтаже антенной мачты, на крыше недостроенной тогда высотки на Смоленском 29, кто устанавливал и отлаживал оборудование, был и Виктор Наумов. Он говорит, что несмотря на наличие опыта, как у него самого, так и у его товарищей, приходилось все равно непросто. Я непосредственно участвовал в запуске того же ГТРК в свое время. Опыт был, но естественно у нас ни у кого практически не было опыта по обслуживанию студийного оборудования. Поэтому приходилось все это закупать, смотреть, у кого-то ездили, учились. Журналистов и операторов набирали, что называется, с нуля. Игорь Ялышев с самого начала понимал, что в стране наступили другие времена, а значит сотрудников надо учить по-новому. Поэтому коллектив он отправлял получать профессиональное образование в лучшие, в том числе и зарубежные, школы теленовостей. Учиться, знаете как, телевидению не такому, какое делали на тот момент в России. Это было совершенно новое телевидение, совершенно с необыкновенными подходами. Это было очень здорово, очень интересно. В общем-то тогда мы стали выезжать в разные города России, где проходили разнообразные школы. Вот, и именно поэтому, наверное, мы на тот момент очень сильно отличались от государственных телекомпаний. На одном телевидении Игорь Ялышев не собирался останавливаться. Поставив цель создать мощный медиахолдинг, он одно за другой начал открывать радиостанции. Первой из них в 96-м году стал Европа Плюс. Программный директор Андрей Свистунов отмечает, что с самого начала от диджеев требовалось хотя бы на небольшом уровне знания английского языка. Более 70% песен, звучащих в эфире Европа Плюс, это иностранная музыка и правильное произношение. Как минимум название исполнителей группы, это как максимум, это вообще знать, что поется в этой песне, о чем эта песня. Это тоже надо донести до слушателя. Вслед за Европой Плюс обойму СМИ медиахолдинга пару лет спустя пополнило и русское радио. Выбор также был вполне логичным. С самого начала этот бренд стал успешным на всем постсоветском пространстве. Она занимает до сих пор лидирующие места, как по России, так и в Твери, и в Москве, соответственно. Поэтому вот именно русское радио было запущено и пошли сразу прямые эфиры. Это была программа стол заказов, программа новости, рубрика новости. С самого начала телерадиокомпания «Тверской проспект» задала сама для себя высокую планку, динамично развиваясь на протяжении 25 лет. Появлялись ставшие легендарными новые программы, добавлялись радиостанции, реализовывались уникальные проекты. С чем пришел медиахолдинг к своему четвертьвековому юбилею, вы узнаете из нашего материала, который выйдет в эфир вечером в пятницу, 18 октября, в день рождения Тверского проспекта. Редактор субтитров А.Семкин